Техноарена 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 Этот внешний аккумулятор от Hyper мне понравился из-за своих компактных габаритов, яркой расцветки и комплектного ремешка. Он прекрасно поместится в маленькой сумке, кармане куртки или джинсов, ведь практически не занимает места. А его вес, самую малость, превышает 100 грамм, что практически не ощущается при повседневной носке. Емкость у модели Travel 5K достаточно маленькая, всего лишь 5000 мАч, поэтому далеко не каждый телефон получится зарядить от нуля до 100%. Но если вам самую малость не хватает заряда до конца дня, его стоит рассмотреть к покупке. И еще хочу отметить отсутствие каких-либо стандартов быстрой зарядки. Хватило бы вам компактного пауэрбанка на 5000 мАч для повседневного использования? Отвечайте в комментариях. Этот внешний аккумулятор от BASIUS никак нельзя назвать бюджетным, но его цена обусловлена функциональностью и более премиальным внешним видом. Емкость пауэрбанка здесь стандартная, но поддерживается много протоколов быстрой зарядки с максимальной мощностью до 22,5 Вт. Помимо привычных входов microUSB и USB Type-C, в модели присутствует разъем Lightning для подзарядки от СЗУ для айфона и другой мобильной техники Apple. Ну и я не могу не отметить облик этого пауэрбанка. Корпус у него металлический, а на передней стороне присутствует каплевидный цифровой экран, на котором показывается индикатор уровня заряда и сопутствующая информация. Заинтересовала данная модель внешнего аккумулятора? В описании под роликом я оставил полезные ссылки на проверенные магазины с низкими ценами, там же можно посмотреть подробные технические характеристики. Большой по емкости пауэрбанк пригодится для долгой дороги или для ситуации, когда нужно подзаряжать сразу несколько мобильных устройств. И для таких сценариев использования я рекомендую рассмотреть к покупке Romo Sense 8 Plus с емкостью в 30 000 мАч. У него есть все необходимые разъемы, в том числе и Lightning для айфонов, а еще Power Delivery для зарядки ноутбуков, которые поддерживают эту технологию. Максимальная мощность быстрой зарядки 22,5 Вт. Из-за большой емкости данную модель ну никак нельзя назвать компактной, да и весит она практически 700 граммов. А значит, что в рюкзаке или в сумке она будет ощущаться. Этот момент стоит учитывать, зато у внешнего аккумулятора присутствует двусторонняя быстрая зарядка, из-за которой он сам будет заряжаться быстрее. Главная особенность данного Powerbank от бренда ZMI относительная компактность при емкости в 10 000 мАч. Он заметно меньше и легче Xiaomi Mi Powerbank 3, о котором я рассказывал в начале видео. По этой причине у него только один выход USB Type-A, а значит заряжать получится только одно устройство. При этом входов стандартно две штуки. Быстрая зарядка здесь на 18 Вт поддерживается только Quick Charge 2.0. Хотя на многих телефонах используется третье и четвертое поколения данного стандарта. Материал корпуса ZMI QB810 пластик. Присутствует имитация перфорации на лицевой и задней стороне изделия, из-за чего его комфортно держать в руках. Но хочу отметить не самое высокое качество данного пластика, а также тот факт, что он маркий и легко царапается. Если вас устраивает чуть более высокая цена и другие упомянутые мною минусы в угоду компактности, то обязательно рассмотрите к покупке данную модель внешнего аккумулятора. Все же 5000 мАч в большинстве случаев будет мало, а 10 000 – оптимальная емкость для зарядки телефона. Предпоследний участник сегодняшнего топа – бюджетный пауэрбанк от компании Xiaomi с заявленной емкостью в 20 000 мАч. При этом он не слишком большой и весит чуть меньше 500 грамм, а значит будет не особенно сильно ощущаться при повседневной носке в рюкзаке или сумке. В связи с этим и невысокой ценой корпус изготовлен из пластика. Данный внешний аккумулятор Xiaomi поддерживает быструю зарядку до 18 Вт, имеет два USB Type-A разъема на выход, а также привычный индикатор уровня зарядок в виде четырех светодиодов. Если вы выбираете более емкий пауэрбанк и не хотите переплачивать за дополнительные возможности, то обязательно возьмите на заметку данную модель. Ну и последняя модель в нашем топе – Bazeus Ambilight Quick Charge 65W. Как можно понять по названию, данный внешний аккумулятор поддерживает быструю зарядку на 65 Вт. При этом у него очень большая емкость – 30 000 мАч. Этого более чем достаточно для подзарядки не только смартфонов и планшетов, но и ноутбуков через технологию Power Delivery, например, Apple MacBook. Модель оснащена сразу же пятью выходными разъемами, четырьмя стандартными USB Type-A и одним USB Type-C, что очень удобно для одновременного подключения сразу же нескольких устройств. Ну а на передней панели присутствует стильный дисплей с голографическим эффектом, который показывает текущий уровень заряда пауэрбанка и его режим работы. Но за такое сочетание внешнего вида и характеристик просят немалые деньги, так что бюджетным изделие никак не назовешь. Это был наш ТОП из семи моделей внешних аккумуляторов, которые подходят для зарядки смартфонов и другой техники. Надеюсь, он вам понравился. Повторяюсь, что ссылки на все товары я оставил в описании. По ним вы можете просмотреть актуальные цены в надежных магазинах. В комментариях делитесь своим мнением о том, какой бы пауэрбанк вы выбрали для повседневного использования. Поддерживайте ролик лайком и подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте прожимать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо за просмотр. Совсем скоро увидимся на просторах Ютуба.